Ну просто было по неосторожности. Молодой парень, 20-летний, горячий, слегка выпивший. Залетел под машину, погиб. Это когда было? Это было 20 лет назад. На мотоцикле? Угу. Два дня назад в похожей ситуации не по своей вине могла оказаться и Анна, пережившая лобовое столкновение. Будь она как знакомый, на мотоцикле все бы закончилось плачевнее. Зачастую водители железных коней, помимо переломов позвоночника и сотрясений, получают кровотечение внутренних органов. Меньше шансов на выживание, по сравнению с автомобилистами, они обеспечивают и пешеходам. В черте города, если эта скорость обычно меньше, чем на мотоцикле, пациент у нас обычно получает так называемые бамперные переломы, то есть когда автомобиль бампером бьет по нижним конечностям. И к этому всегда еще добавляется травма головы. Жертв ДТП в краевой клинической больнице скорой помощи оперируют ежедневно. Мотоциклисты попадают на стол к хирургам стабильно раз в неделю. Однако оказать помощь могут не только врачи, но и неравнодушные очевидцы аварии. Прежде всего нужно убрать пострадавшего из опасной зоны. Нужно тащить либо импровизированные носилки, либо силами нескольких человек, чтобы обеспечить ему стойкое положение спины, то есть не сгибать, не разгибать. Грубо говоря, это несколько человек подставляют руки и вот в таком положении его переносят. Далее нужно действовать по обстоятельствам. Если человек не подает признаков жизни, нужно аккуратно освободить дыхательные пути и сделать искусственное дыхание. После, если имеются навыки, можно попробовать непрямой массаж сердца. Кстати, пик аварии с мотоциклистами традиционно приходится на открытие сезона, когда асфальт не успевает прогреться и сцепление с шинами страдает. В Барнауле первые ДТП с двухколесными начали фиксировать еще в апреле. Однако в мае их стало больше. Уже в мае текущего года произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 6 человек. Из них двое несовершеннолетних. Один из мотоциклистов разыскивается сотрудниками отделения розыска городской госавтоинспекции. По словам врачей Краевой клинической больницы скорой помощи, любителей двухколесной техники от общего числа пострадавших в ДТП примерно 20-30%. Притом это соотношение достаточно стабильное на протяжении многих лет. Если не хочешь сменить два колеса, которые возят душу, на четыре колеса инвалидной коляски, то никогда не превышай скорость и всегда старайся надевать экипировку. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.